Все мы с вами знаем, что британский трансатлантический пароход, второй лайнер класса Олимпик, построенный в Белфасте на верфи Харленд-энд-Вульф по заказу судоходной компании Уайт Старлайн, в 23.39.14.1912 столкнулся с айсбергом. Получив несколько пробоин, он начал тонуть и в 2.20.15.15, разломившись на две части, затонул. И этот пароход Титаник. Катастрофа унесла жизни 1496 человек, 712 были спасены. Об этой катастрофе написано очень много и описано множество версий гибели этого парохода, даже есть конспирологические. Но сегодня не об этом. Нас интересует, что же это был за корабль на самом деле, построенный в период с 1909 по 1912 годы и являвшийся на момент своей постройки самым большим судном в мире. Водоизмещение Титаника было 52 310 тонн. Он мог развивать скорость до 23 узлов, а корпус судна был изготовлен из стали. Трюм нижней палубы разделялся на 16 отсеков, причем герметичными переборками. А вот днище было двойным. Был легкий и прочный корпус, как на подводных лодках. Титаник был оборудован двумя четырехцилиндровыми паровыми машинами и паровой турбиной суммарной мощностью 55 тысяч лошадиных сил. Итак, начнем с остального корпуса. Посмотрите на фотографию. Ничего не вызывает удивления. А корпус-то сварной. Надстройка только какая-то интересная. Она пристроена к корпусу по обводам бортов, где-то в районе центра судна, по морскому-то в районе шкафутов. И мы четко видим на надстройке следы клепки. Она приклепана к сварному корпусу и клепана сама и дальше наверх. Клепка-то удивление как раз не вызывает. А вот сварка... Давайте попробуем разобраться. И у нас очень много вопросов. Зачем к цельносварному корпусу приклепали надстройку? А самое главное, как же этот цельносварной корпус-то сварили в 1909 году? Итак, что же мы с вами знаем о сварке? Начнем с электрической. Сейчас именно ей варят корпуса судов. В 1802 году русский ученый Петров ВВ открыл явление вольтовой дуги. А в 1803 году он опубликовал книгу «Известия о Гальване вольтовых опытах», где описал вольтовый столб. Но все это, конечно, еще были теоретические наработки. До экспериментов по самой сварке было еще очень далеко. Что мы знаем еще? В 1867 году американец Томпсон впервые в мире сварил две металлические детали. Контактным способом сварки. Это уже, конечно, эксперимент. Но далеко еще не технология. В 1882 году Н.Н. Бенардос, тоже русский изобретатель, открыл электрическую сварку с применением угольных электродов. Но все это еще лабораторные эксперименты. В 1888 году Н.Г. Славянов впервые в мире применил на практике дуговую сварку металлическим плавящимся электродом. А в 1893 году за это он получил золотую медаль на Чикагской строительной выставке. Но это опять была только первичная попытка разработать технологию сварки. В 1905 году В.Ф. Миткевич впервые в мире предложил применение трехфазной дуги для сварки металлов. Ключевое слово здесь предложил. А вот первые сведения о сварке корпуса корабля. Они появляются только в 1927 году. В США построен корабль береговой охраны Нортленд. Кстати, достаточно маленького водоизмещения. В период с 1929 по 1930 годы опять в США сварили корпуса двух крейсеров типа Солт Лейк Сити. А в 1933 году в США появилась цельносварная подводная лодка Кашалот. А немцы в том же году сварили корпус так называемого карманного линкора Дойчланд. Маленького линкорчика. И это была победа в судостроении. Наконец, клепка металлических корпусов, увеличивавшая вес судна на 15-20% и применявшаяся с начала 19 века, была вытеснена. Хотя в крупнотоннажном судостроении клепка была окончательно вытеснена новой технологией сварки только в 60-х годах 20 века. Тогда только полностью отказались от клепки барьерных швов, узлов соединения ширтрека с палубными стрингерами. Это те самые горизонтальные линии клепок вдоль всего корпуса корабля, которые крепят внутренние палубы. Конечно же тут вопрос риторический. Как сварили корпус Титаника в период с 1909 по 1912 годы? Конечно же мы видим применение в крепеже надстройки и самой надстройки тех самых клепок, но это задает только больше вопросов. И еще немного информации для скептиков. До конца 19 века мир владел только технологией кузнечной сварки. Все другие сварки были экспериментальными и применялись в очень мелких количествах. Даже та самая газовая сварка как технология возникла только после разработки промышленного способа производства карбида кальция. И это было в 1893-1995 годах. И также для скептиков корабли строят не лаборатории, а промышленные технологические предприятия. А от той самой лаборатории до применения в производстве? Ох какой длительный путь! Я не буду здесь сильно акцентировать внимание, когда научились-то получать сталь бессимеровским способом. Об этом хорошо рассказал Алексей Кунгуров. Это было только в 1870-х годах. Тогда только сталь листовая появилась в промышленных объемах. До этого ее фактически не было. Были 20-30 килограммовые болванки. Так вот, получается, согласно официальной исторической версии сварки, путь от теоретической ее разработки в 1802 году до промышленного применения занял более века. А промышленное применение, как мы видим, когда сварили первый корпус судна, было только в 1927 году. До этого применялась только клепка. Клепали, конечно же, появившуюся в 70-х годах 19 века сталь в мостовых конструкциях. Также из нее строили и суда, тоже клепая. Но сваривать их начали только в 1927 году. Теперь понятно, что реально белфастская верфь фирмы Hartland & Wolf с 1909 по 1912 год просто ремонтировала цельносварной корпус судна, который достался этой компании неизвестно откуда. При этом для ремонта компания использовала технологию на голову ниже, чем технология изготовления самого корпуса. Это та самая клепка на стройке. Теперь всплывает вопрос, что же это был за корпус? А разобраться в нем мне помог зритель канала Ильдар Аюпов. Он мне дал важную информацию, касающимся другого судна, того самого кабелеукладчика Левиафан, или, как его назвали при спуске на воду, Грейт Истерн. Что же говорит официальная история об этом судне? Его построили в Британии под руководством инженера Брюнеля и спустили на воду в 1858 году. Это судно являлось крупнейшим в мире кораблем 19 века. Параметры его были превзойдены лишь много десятилетий спустя. Корпус судна был полностью металлическим. Дно и борта впервые в истории изготовили двойными. Для достижения прочности набор корпуса сделали продольным, а 10 водонепроницаемых переборок доходили до верхней палубы. Посмотрите на фотографию этого судна среди парусников. Это то же самое в сравнении, что если в современный аэропорт прилетит тот самый крейсер из Звездных войн. Информации о том, как был изготовлен металлический корпус Левиафана нет вообще. Его варили или клепали? Рассмотрим корпус поближе. Вывод очевиден. Он цельносварной. И это в 1858 году. Еще подозрение вызывает энергетическая установка Левиафана. Паровая машина мощностью 4000 л.с. имела привод вала на грибной винт, кроме судна, как у современных кораблей. А более маленькая паровая машина мощностью 3650 л.с. работала на грибные колеса. А еще судно имело мачты с парусами. Сравнивая Левиафан с Титаником, мы видим, что последний имел мощность паровых машин 55000 л.с. А Левиафан, или как его назовем, Грейт Истерн, был в 5 раз менее мощным. Но к этому мы вернемся позже. Рассмотрим дальше информацию Ильдара Аюпова. Он сделал очень правильные выводы о комбинации сварки и заклепок креплений обшивки корпуса судна. Это, по его мнению, результат реставрации корпуса, которую и проводили в 1858 году. Они строили этот пароход. А вот сам корпус этого Левиафана торчал в центре Лондона пару веков, опустив якоря на городские улицы. На воду же его спустили, воспользовавшись аномально высоким приливом, которые случаются в тех местах раз в 25 лет. То есть в 1858 том же году. Кто этот самый Брюнель? Скорее всего, он руководил либо спуском корабля в Темзу, либо его ремонтом. Дальше вывод Ильдара. И он действительно верный. Такой корабль не мог быть сделан нашей цивилизацией. И это хорошо написано в статье автора под названием «Вадухан-08. Гигантские корабли». Есть еще хорошие статьи по этому вопросу. «Левиафан. Грейт Истерн. Альтернативная история». И еще одна статья «Бред сивой кобылы. Инженер Брюнель». Получается, что Брюнель такой же английский Монферран и Бетанкур в одном лице. Он построил все самое-самое в Англии во второй половине 19 века. Но отсюда можно сделать только один вывод. Просто человека с этой фамилией назначили автором всего того, что осталось в Англии от цивилизации, погибшей в потоп 40-х годов 19 века. А сам Левиафан явный представитель цивилизации, погибшей, кстати, в первой катастрофе, случившейся на рубеже 17-18 веков. Той самой античной. И в центре города Лондона, полусмытого волнами серии «Цунами», корабль оказался принесенным теми же самыми волнами. И скорее всего, он был не один. Смотря на «Титаник», мы начинаем это понимать. Ну, это версия Ильдара. А я попробую эту версию развить. Опять вопрос. Почему межпотопная цивилизация оставила корпуса этих судов стоять в центре Лондона, не спустив их на воду и не отреставрировав? А только вот наша цивилизация после того самого второго потопа 40-х годов 19 века все-таки нашла им применение. Напомню, что по моей гипотезе, первый потоп, случившийся на рубеже 17-18 веков, уничтоживший античную цивилизацию, был вызван падением крупных небесных тел, прецессионным движением оси вращения Земли, проворотом гидросферы относительно литосферы, что вызвало серию цунами, перехлестнувших Евразию с севера, из Северного Ледовитого океана на юг вглубь континента. А второй потоп середины 19 века, уничтоживший межпотопную цивилизацию, сериями цунами не отличился. Не было вызвано прецессионное движение земной оси, и поражающим фактором этого потопа была та самая грязь, засыпавшая города и местности. Но в этом потопе, скорее всего, волнение моря было тоже очень большим. Части второго объекта, упавшего на поверхность Земли, кроме того удара в пустыню Токламакан, нанесли удары еще, видимо, в воды Мирового океана, в районе Атлантики, в районе Тихого океана, и это тоже вызвало огромное волнение моря. Конечно, не такое, как те серии цунами, но шторм был серьезнейший, и шторм был глобальным. Так вот, мое мнение, что Левиафан был выброшен в центр Лондона не в первый потоп, как говорит Ильдар, он был выброшен во второй. Где-то он стоял у стенки причала на Темзе, а волны его выбросили просто в город. Получается, что судно не стояло в центре города несколько веков. Оно простояло на улицах Лондона в период с 1843 по 1858 годы, когда и было спущено на воду приливом. Но, как пишет Ильдар, о принадлежности корабля античной цивилизации, погибшей на рубеже 17-18 веков, я думаю, абсолютно верным. Просто оно уцелело как-то в тот первый потоп серии цунами. И уцелело где-то в английских портах. Англия, как и центральная Европа, менее всего пострадала от тех самых волн. Центральную Европу защитили скандинавские горы, как волнорез, а Англию защитили шотландские горы, тоже выступившие как волнорез. Получается, волны, пронесшиеся по тем самым британским островам, не имели большой мощности. Хотя территорию они, конечно же, затопили. Корабль мог спокойно остаться целым. Что мы, в принципе, с вами дальше и увидим. И этот корабль был не один. Таких уцелевших кораблей было достаточно много. Конечно, какая-то часть из этих кораблей, может быть, была построена и в межпотопный период. Но реально Левиафан полностью соответствует образу дворцов именно античной цивилизации. Еще раз повторюсь, античность судна очень хорошо видна по высоте потолков его кают и салонов. Они рассчитаны под рост пассажиров более 3 метров. Впрочем, как и все дворцовые залы таких сооружений стиля барокко, как Зимний дворец и Лувр. И еще важное замечание. Глядя на интерьеры этих салонов и кают, пароход строился явно не как кабелеукладчик. Ту же самую картину мы видим и по интерьерам кают Титаника. Все те же высокие потолки и дворцовые интерьеры. Оба судна в корне не соответствуют датировкам их построек ни 58 года 19 века, ни 1912. Это реальные плавучие античные дворцы. И как я вам уже говорил, таких кораблей, оставшихся от погибшей цивилизации и поочередно отреставрированных в конце 19-го, начале 20-го веков, достаточно много. Это лайнер Кайзер Вильгельм де Гроссе, построенный якобы в 1897 году в Германии. Это братья Титаника Олимпик и Британик. Опять британские лайнеры Луизитания и Мавритания, построенные в той самой Англии в 1906-1907 годах. Так вот, чем был связан век Англии, начавшийся в 30-х годах 19-го века, якобы при королеве Виктории. Реально он, конечно, начался после катастрофы 40-х годов 19-го века. Просто в Британии осталось самое большое количество уцелевших межпотопных технологий. Почему так случилось, пока непонятно. Мы видим, что и в Германии остался какой-то корпус судна. И они из него в 1897 году построили свой лайнер. Но Англия получила, видимо, самое богатое наследие. Еще интересная деталь. Век этих кораблей был очень короток. Мало кто из них дожил до 40-х годов 20-го века. Какие-то из этих судов были потоплены во время войн. Но большая часть погибла просто из-за неумения их эксплуатировать. А оставшиеся были списаны из-за неумения их просто чинить. Как мы знаем, корпуса периодически дают течи. Сейчас их варят. А тогда нужно было корабль вытаскивать в сухой док, которых, видимо, было очень мало во всем мире. Таких размеров. И переклепывать. Скорее всего, просто это было очень дорого. И как мы видим, по примеру Левиафана, его просто бросили на берегу. Видимо, когда течи стало достаточно много в корпусе. А потом очень долго не могли разделать на металл. А судя по качеству этих металлических сварных корпусов, срок таких кораблей должен составлять века. Как у паровоза. Оно так и было. Просто эти корабли до их реставрации в конце 19-го, начала 20-го веков уже эксплуатировали пару-тройку столетий до этого. Просто ремонтировать, видимо, умели. Конечно, и античная, и межпотопная цивилизация, построившая реально эти суда, имела возможность их ремонтировать. Очень интересно, что же был за металл в корпусах этих судов. Он ведь достаточно толстый. Посмотрите на современные корабли. И металл тоньше, и ржавеют быстрее. А вот эти черные корпуса, как паровозы, нержавеющие. Как этого добивались, пока непонятно. И еще, никаким кабелеукладчиком Левиафан, конечно же, в межпотопный период не был. Это было чистейшее пассажирское судно, плавающий дворец, который перевозил пассажиров по океанам среди таких же сварных судов и тех военных броненосцев, типа рассмотренного нами в фильме 19-й век глазами невольных инсайдеров, броненосца Цесаревич. И еще ряда таких же кораблей, построенных по технологии стелс, которым уже наша цивилизация в 50-х, 60-х годах 19-го века просто прилепила несуразные надстройки. А теперь представьте, тот самый стимпанк. По небу проплывали огромные дирижабли. Конечно же, это были не те самые античные виманы. Но все же, технический уровень межпотопной цивилизации был очень и очень высоким. И еще одно замечание. Чадящих дымом труб у этих судов, скорее всего, не было. Их приделали уже реставраторы нашей цивилизации. Также они приделали к паровым машинам те топки для угля. А чем топили паровые двигатели до катастрофы? Мы знаем, что КБД паровых двигателей намного выше, чем у двигателей внутреннего сгорания. КПД паровых двигателей 60-70-80%, а внутреннее возгорание 20-30%. Почему у этих пароходов не было угольных топок и труб, извергающих черный дым? Ответ на этот вопрос достаточно прост. Топили не углем и не дровами. А вот чем топили? Как один из предположительных вариантов, хорошо раскрыт в фильме Екет Андреа Росси. Сделай сам. Канала Академия изобретений. Для запуска реактора, необходимо разогреть реагенты, в течение одной минуты. Затем реакция протекает самостоятельно. Для выхода на рабочий режим требуется некоторое время. Тепловое излучение. Тепловое излучение составляет порядка 500 градусов по Цельсию. Реакция может продолжаться до нескольких месяцев непрерывного излучения. Расход реагентов минимальный, несколько грамм. Продукт синтеза, жидкое углеродное соединение, и горючий газ, который прекрасно горит. Его можно сжигать, или снова превращать в исходный реагент, путем восстановления. Практически мы имеем, постоянно возобновляемый, источник тепловой энергии. Дальнейшие испытания будут направлены на преобразование этой энергии в электрическую, и топливную для ДВС автомобилей. Также, на базе этого реактора, планируется создание автономного теплонагревателя, для обогрева комнат, площадью до 30 квадратных метров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова